Все мы верим в лучшее, но оптимистичная для многих установка авось пронесет случай, если дело касается собственного здоровья, почас срабатывает не в нашу пользу. Как показывает медицинская практика, именно из-за несвоевременного обращения к врачу, неприсмотрительности и безответственности предшествующей болезни, люди часто оказываются в ситуации, когда битые вагу уже поздно, и винить приходится только себя. Большинство инфекций, передаваемых половым путем, с самого начала ничем не проявляются. Человек не подозревает о наличии у него инфекции, но тем не менее он может заразить своего партнера. И очень часто один человек может болеть одновременно сразу несколькими инфекциями, что изменяет характер жалоб и клинические проявления инфекции. Поэтому без проведения полного лабораторного исследования, конечно, точная постановка диагноза и назначение правильного лечения невозможна. При возникновении жалоб и выявлении инфекции у одного полового партнера необходимо привлечь к обследованию лечения всех лиц, которые были с ним в контакте. Ну и необходимо помнить, что самоизлечение от инфекции, передаваемых половым путем, в том числе и речь инфекции, не происходит. В серьезном вопросе мелочей не бывает. Регулярная диагностика просто необходима. Половым путем передается более 30 видов бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний, которые в большинстве случаев протекают бессимптомно. А потому у людей, по их мнению, нет повода идти к врачу. Но заболевание со временем может привести к серьезному хроническому воспалению, что впоследствии грозит рядом неприятных и порой непоправимых последствий. Наиболее опасной инфекцией данной группы по-прежнему остается СПИД. Медики Брестской области не первый год ведут активную работу по предупреждению этой болезни. В области у нас выявлено 1398 случаев ВИЧ-инфекции. На всех административных территориях имеются свои местные случаи заболеваний. К счастью, сегодня удалось стабилизировать заболеваемость такими венерическими болезнями, как сифилис, гонорея, а также другими инфекциями, передающимися половым путем, хламидиозом, уроплазмозом, микоплазмозом. Но вот среди всех этих инфекций есть, пожалуй, самая грозная инфекция, это ВИЧ-инфекция или СПИД. К сожалению, против этой инфекции пока отсутствует кардинально излечивающее лекарство. И поэтому риски заражения влекут со собой серьезное расстройство здоровья, ну а в отдельных случаях и неизбежный летальный исход. Как показывает практика последних лет, в группе риска молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Большой удельный вес составляют студенты. Однако наблюдается тенденция роста числа ВИЧ-инфицированных и среди лиц старше 30 лет. Сегодня антиретровирусную терапию получают порядка 450 жителей области, в том числе и дети. Мы можем сегодня сказать, что ВИЧ-инфекция – это болезнь молодых людей, потому что у нас около 50% – это люди в возрасте от 15 до 30 лет. Хотя в последние годы мы отмечаем некоторое повзросление инфекции, но преимущественно заражаются молодые люди. В равной мере заражаются мужчины и женщины. Простой, казалось бы, поход к доктору, обследование на выявление инфекционных заболеваний – дело всего нескольких часов и гарантия спокойствия или вовремя назначенного лечения. К этому довольно интимному вопросу подходить нужно со всей серьезностью. От того, насколько своевременно вы забьете тревогу, порой зависит слишком многое. Здесь уместны слова немецкого философа Артура Шопенгауэра, который когда-то правильно подметил. Здоровье до того перевешивают все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий – счастливее больного короля.